добрый день или доброе утро меня слышно вы меня слышите так у вас вечер хорошо мне очень приятно быть здесь с вами к сожалению не лично так что мне очень жаль я собственно хотел бы вывести свой экран и поделиться с вами новыми возможностями по лечению пациентов с раком эндометрия это слайд с раскрытием персонажа возможного конфликта интересов и по сути нужно сказать что сейчас мы в рекомендации говорим о том что у нас отсутствует стандартная терапия второго ряда при распространенном раке эндометрия и после неудачи схемы с карбоплатином плюс поклитоксел который является стандартом терапии мы можем использовать фактически любой препарат как препарат второго ряда вероятность ответа находится ниже 10-15 процентов и медиана без резидивной выжимасти где-то порядка трех месяцев но недавно было показано что рак эндометрия не является единым с картиной нозологии но здесь присутствует как минимум четыре разных опухоли с различным прогнозом и различным различными молекулярными характеристиками которые могут повлиять на результаты терапии опухоли с мутацией гена пол который представляет собой порядка на 8 процентов случаев рака эндометрия имеют очень хороший прогноз и такие опухоли возможно не требует назначения какой-либо одевантной терапии даже в ситуации когда они диагностированы после операции случае распространенного заболевания и наоборот опухоли с мутацией в 53 который представляет собой примерно 50 порядка 20 процентов случаев рака эндометрия имеет очень плохой прогноз таким пациентам необходимо назначать химиотерапию даже в ситуации когда диагноз поставлен на первой стадии заболевания и возможно в будущем таким пациентам также необходимо назначать ингибиторы парп поскольку химиотерапия как представляется не является достаточной далее у нас имеется имеется опухоль ммрд то есть опухоль с дефицитом мрт которые связаны с ммр которые до связаны с нестабильностью микросателлитов и это опухоли порядка 30 случаев рака эндометрия и они представляют собой промежуточную прогноз промежуточным риском и они не очень хорошо отвечают на химиотерапию и наконец имеется группа без специфического молекулярного профиля которая представляется группой с массой гормоноположительных клеток вот при этой опухоли действует химиотерапия но возможно в будущем здесь может потребоваться и гормонотерапия эти четыре группы опухолей на самом деле могут в качестве терапии при них могут назначаться различные терапевтические скажем так схемы в частности опухоли с микросателлитной нестабильностью присутствует достаточно большое количество фильтрирующих опухоль лимфоцитов с высокой геномной нестабильностью что означает появление новых эпитопов и эти характеристики в комбинации с высоким уровнем экспрессии pd1 позволяет предположить что эти опухоли могут отвечать очень хорошо на иммунотерапию и на ингибиторы иммунных контрольных точек и на самом деле когда мы отбираем согласно биомаркеру микросателлитной нестабильности рак эндометрия и проводим терапию пациента с использованием ангибиторов и монокатерных точек мы получаем возможность получить достаточно выраженный ответ до 57 процентов пациентов это опыт с применением пембролизумаба в виде монотерапии который разрешен для применения у пациентов с опухоли с микросателлитной инстабильности и рецептирующим раком эндометрия и об этом сообщались в последнем апдейте результатов по уровню ответов на 57 процентов популяции пациентов с очень длительным по высокой продолжительности ответа но как насчет остальных опухолей опухоли без метро сателлитной инстабильности опухоли без признаков нестабильности у таких опухоли таких опухолей имеется также очень хорошая возможность исследования кино 775 это было организированное исследование третьей фазы в котором сравнивали экспериментальную комбинацию линвотиниба с пембролизумабом по сравнению со схемой по выбору врача это соответственно был либо доксорубицин либо еженедельные инфузии по клитоксила у пациентов с распространенным заболеванием или метастатическим заболеванием у пациентов которые ранее получили как минимум одну схему терапии на основе препаратов платина пациенты были партифицированы по статусу микросамбитной инстабильности и соответственно как первичной конечной точки были перецидивная выживаемость и общая выживаемость и исследование собственно достигло первичной конечной точки существенное увеличение безрецидивной выживаемости было получено в группе в группе пациентов с самыми компетентными пухолями пухолями со значимым увеличением на пять месяцев мы получили увеличение на пять месяцев получили медианы безрецидивной выживаемости но также в группе и также и также была увеличена выживаемость у всех пациентов в группе со средним также средним увеличением при на три с половиной месяца и не недавно соответственно были представлены результаты гистологического исследования это не был предварительно запранирован запланированный анализ этим не он был очень информативным преимущества с точки безрецидивной выживаемости были выявлены на всех гистотипов дометроидные серозные и светлоклеточные опухоли и также во всех группах было выявлено увеличение выживаемость но если посмотреть на светлоклеточную грибу мы видим что весьма впечатляюще было увидеть каковы же преимущества применения комбинированной схемы и пембролизумаба и и соответственно ленватиниба у этой популяции пациентов давайте посмотрим на forest plot мы здесь видим еще одно интересное предположение что представляется что пациенту которые получили только один предыдущий курс препаратов платины мы видим что преимущество нет и мы быть не такие выражены как пациент получивший больше терапии поскольку мы это не удивительно поскольку мы работаем с менее истощенной иммунной системы и возможно с мы работаем соответственно с менее резистентным заболеванием то есть чем раньше тем лучше это ключевой момент в данной стратегии и соответственно преимущество также наблюдались за счет удвоения общего ответа на терапию которая выросла с 15 до 30 процентов в этой популяции каковы же основные моменты здесь токсичность комбинированной терапии требовала достаточно длительного периода обучения чтобы такие использования особенно о популяции пожилых пациентов с раком эндометрия и в этом исследовании у 6 6 процентов 6 6 процентов пациентов потребовалось снижение доз препаратов и у 33 процентов пациентов потребовалась отмена терапии связанная с нежелательными явлениями каковы же основные нежелательные явления которые были обнаружены это соответственно гипертензия гипотиреоз диарея тошнота и снижение аппетита также работа как видите в большинстве случаев это были явления 1 2 степени где только и только гипертензия у большой части пациентов у большая часть пациента достигала третьей степени но также очень важно провести еще такой исследовательский анализ на по подгруппам который был представлен на с г который показал временные интервалы появления токсических симптомов и мы видим что где-то с медианы примерно две недели от начала терапии появилась утомляемость и гипертензия после чего следовали мышечное скелетное нарушение и стоматит и также тошнота это говорит нам о том что наши клиницисты то есть мы как врачи должны правильно и проактивно организовывать работу с пациентами для того чтобы в этом отношении чтобы избежать и отмены прерывания терапии или снижение дозировки что в итоге может привести к ухудшению показателей общей выживаемости но эта токсичность не влияла на качество жизни наших пациентов наши пациенты живут дольше но при этом и без ухудшения качества жизни одним из одной из столичных конечных точек исследования была оценка качество жизни через 12 недель и и через 12 недель более 80 процентов пациентов а еще заполняли опросник по качеству жизни мы использовали два разных инструмента и артисе и келки и келки и 30 и и раку и раку и киде петель и мы соответственно не увидели значимого влияния на качество жизни наших пациентов которые получали линватини плюс пембролизумаб по сравнению с химиотерапией по выбору врача и и соответственно у них отсутствовало влияние на качество жизни если посмотреть на изменения по шкалам наблюдалось улучшение эмоциональных показателей у пациентов получаем схему пембролизумаб с линватинипом возможно потому что эти пациенты получали терапию и ощущали уменьшение объема опухоли благодаря хорошему ответу на наблюдали улучшение так половой функции что также коррелирует как мы считаем с первым моментом с точки снижения интенсивной симптоматики химиотерапия была связана с тема лапицей что было также проблем для пациента для пациентов с другой стороны схема линватини плюс про лимзумаб была связана с отсутствием таких изменений и так иммунотерапия меняет естественно историю развития течение рака до метрина какой же может быть следующий шаг мы пытаемся сочетать иммунотерапию с гибитором PARP с лучевой терапией и химиотерапией и мы также надеемся больше получить результаты очень интересных исследований двух из этих исследований комбинируется иммунотерапия с химиотерапией как вот в случае распространенного рака к терапии первого ряда 2 еще два исследования сочетают химиотерапию с гибиторами PARP опять же как терапия первого ряда еще одно очень интересное исследование лип 001 которые результаты появятся несколько раньше возможно в первом квартале следующего года здесь они связывают пембролизумаб с линватинимом по сравнению со схемой по клитоксил пуск карбоплатина как терапия первого ряда если это исследование даст положительный результат то мы впервые получим альтернативу схеме по клитоксил плюс карбоплатин который является стандартом на данный момент и в качестве заключения можно сказать теперь сейчас мне понятно и всем нам сейчас ясно что рак эндометрия не является более единой нозологии но представляет собой как минимум четыре разных опухоли с разным прогнозом и с разной необходимостью разного подхода к терапии терапия с учетом молекулярных особенностей является в будущем и новой стратегией речения рака эндометрия в любых условиях как одевантной терапии так в случае распространенного заболевания мы не уверены что опухоли с выраженной молекулярной нестабильности является лучшей мишенью для ингибиторов контрольных точек тогда комбинация пемболизумаба плюс ватинимом является наиболее эффективной стратегией в случае опухолей с которой у которых имеется скажем так который является компетентными по показателе ммр который обеспечивает высокий эффект на безрецидивную выжимаясь общую выжимаясь без отрицательного воздействия на качество жизни пациентов и в будущем мы должны попытаться комбинировать иммуно химиотерапию с химиотерапией химиотерапию с ингибиторами парк или возможно впервые это позволит нам получить альтернативу схеме карбоплотинопоклитоксил как терапия первого ряда в случае метастатического заболевания большое спасибо за ваше внимание